Девушки отдыхают... 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 Каждый погожий день с тем, чтобы не допустить, как говорится, потери урожая. Для этого надо будет нам маневрировать. Вот при первой же возможности уже, вот вчера дождь был, сегодня. Если завтра вот уже позволит, то уже перестраивает комбайн прямо на прямую уборку. Особенно, я еще раз подчеркиваю, озимую рожь. Вот мы позавчера искали, можно ли убирать ячмень напрямую. Ну, к сожалению, вот в колхозе МИР, в колхозе Энгельса таких полей мы не нашли для прямой уборки яровых. Ни пшеницы, ни ячменя. Но на прямую уборку можно выходить на озимую рожь. И вот эти вот возможности нам надо использовать. А после того, как подойдут волки, подойдут волки, во всяком случае для, которые позволят без потерь, ну, дадут возможность полностью убрать с колоса зерно, выжать с колоса зерно. Вот тогда уже опять переключиться на волки. Вот таким образом, маневрами, все-таки надо будет нам вести уборку урожая. По другим тоже вопросам мы заметно, конечно, отстаем от оптимальных сроков. Ну, посев озимых только-только начали. И они составляют на сегодня буквально 1215 гектаров. А в прогнозах хозяйствами и нам надо, конечно, 23 тысячи гектаров. Это составляет, к сожалению, только 5,3%. Также крайне медленно идет у нас пашка зябий. Спахали на сегодня 1323 гектара. Это 2,6%. Предстоит взять при выполнении, вот, намеченных площадей посева Азимы Ржи, 51 500. Засыпка семян. Нам надо 12 тысяч тонн. Мы засыпали пока только 2780 тонн. Это 22% потребности. Но, в целом, и в хозяйство, и районное руководство, и все службы АПК настроены, во всяком случае, тот выращенный урожай, который мы сегодня имеем на полях, все-таки убрать, не допустить, как говорится, вот, как в прошлое, в 73-м году, в 78-м году мы не завершили уборку, оставили под снег. Вот от этого все-таки все думают уйти, и будем в этом плане работать. Денис Германович, а вот скажите, пожалуйста, у нас народ, картошку называют вторым хлебом. Как будет нынче с этой культурой? С этой культурой в этом году складывается тоже не совсем удачно. Вот все вы, наверное, заметили, стебли уже побурели. Но это вызвано, опять же, вот, с плохой аэрацией почвы. Картошка начинает гнить, задыхаться, поражаться очень сильно фитофторой. Я бы рекомендовал и хозяйствам, и колхозникам, и другим лицам, которые имеют картофель, надо ускоренно выбрать эту картошку. Если этого не будем делать, мы полностью у нас может картошка сгнить. К сожалению, и такая вот обстановка у нас в настоящее время может сложиться. Поэтому то, что выросло, во всяком случае надо убирать по возможности, и, по возможности, не запуская остальные работы, надо взяться и за картошку. Если этого не сделаем, то, может быть, мы придем к тому, что, как говорится, прямо кустами, гнездами выкидывать картошку, как гниль. Вот поэтому надо браться и за картошку. Спасибо. Одно из важнейших предприятий нефтегазодобывающего управления Краснохомскнефть – это база производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования. О том, какими заботами и делами живет коллектив базы, рассказывает его начальник Голланов Анатолий Степанович. База производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования. Вы скажите, пожалуйста, нам оборудование какого и обслуживание чего? База ПТО и КО расшифровывается как база производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования. Я начну с того, что наша база организована в 1953 году. И основное назначение ее – это обеспечение потребностей в материалах, оборудовании, инструментах для нефтяников-буровиков с целью нормальной добычи нефти и бурения. Если, конечно, обращаться к настоящему времени, все прекрасно понимают, что сейчас очень тяжелое время. И делая анализ работы предприятия, я могу назвать общие такие цифры. Ну, допустим, за тот период, который прошел, то есть 7 месяцев. За 7 месяцев работы, реализации по нашей базе – 8 миллиардов. Ну, там с небольшим, где-то 200 миллионов, возможно, 200. Конечно, есть и доходы у нас в пределах миллиарда. Надо признать, что издержки составляют, конечно, не лучшим образом, около 900 миллионов. Ну, что еще сказать? Я скажу, что в основном коллектив с поставленными задачами справляется. Это говорю не только я, это говорят отзывы нефтяников-буровиков. Ну, и основные, конечно, сейчас трудности идут, потому что платежи абсолютно не идут. Вся работа производится только лишь на бартерных сделках, на ГСМ. То есть мы ездим, можно сказать, по всему Союзу, изыскиваем средства, изыскиваем поставщиков, которые согласны вести с нами разговор только вот на бартерной основе. Ну, вот тоже, если назвать такие цифры, что из-за неплатежей мы сейчас доложны заводным поставщикам где-то 5,7 миллиардов рублей. Нам доложены около 3 миллиардов рублей. То есть это те предприятия, кого мы обеспечиваем. Ну, и в результате отсутствия платежей в госбюджет где-то 320 миллионов мы доложны. Конечно, у нас работа связана не только с этим. Много делается по обустройству территории, по благоустройству территории. Ну, я могу такие общие цифры назвать, что в этом году, допустим, уложено асфальта на 156 миллионов рублей. Произведен монтаж козлового крана пролетом 32 метра грузоподобности 12,5 тонн. Смонтированы два газовых котла с дымовой трубой с целью перевода в этот зимний период на работу котлов на газовом топливе. Ну, и, конечно, надо признать к нашему сожалению, что ту работу, которую мы делали по газопроводу, это уже два года. Мы затянули, но все-таки по газопроводу мы освоили на 140 миллионов рублей. Это газопровод по улице Социалистической. Ну, сейчас остается самая основная работа, это документация, которую должен предоставить заказчик. Вот в этом, конечно, еще есть большие проблемы по этой документации. Ну, что мы еще делаем? Мы пустили в склад цепочек, механизированный склад цепочек материалов по приемке цемента. Это тоже дает очень большую пользу как буровикам, так и нефтяникам. То есть в основном цемент брали с ближайших баз, это лишние транспортные расходы. А сейчас это, конечно, исключено. Ну, много проблем. Надо сейчас и склад пропана построить, чтобы именно нефтяники-буровики запитывались с места, то есть с нашей территории. надо построить склад лакокрасок. Надо закончить подъем дорожного полотна под шефной улицы Дмитрова, нашей улицы. Надо, конечно, оказывать помощь по всехному колхозу. Какому колхозу? Колхозу Заря Емунического района. Каким образом вы им оказываете помощь? Ну, как, в основном у нас с ними такие долгие уже отношения. У нас там имеется подсобное хозяйство по выращиванию свиней. А мы им помогаем помощь в части выделения материалов оборудования, автотранспортные услуги, там веточные корма, ну и прочее, прочее. Есть, конечно, которые по каким позициям мы им оказываем услуги. в расчете, почему долгие связи с ними, ну, у нас примерно план такой, что то, что есть у нас подсобное хозяйство, ну, в расчете примерно, чтобы было 30 килограмм на одного человека. То есть, это должны в год где-то вырастить на 30 тонн мяса, обеспечить коллектив нашей базы хотя бы таким количеством. Анатолий Степанович, а какие еще проблемы волнуют вас как начальника в ТОИКО? Если говорить про проблемы, проблемы сейчас встречаются на каждом шагу. Это первые проблемы, конечно, по обеспечению для чего мы предназначены, то есть материалами обороны нефтяников, боровиков. Проблемы, конечно, и финансовые, проблемы экономические, проблемы настоящие с рабочей силой появляются. как это пояснить? Ну, допустим, за май месяц зарплата наших работников составила 134 тысячи рублей, июнь месяц 176 тысячи рублей, июль 204 тысячи рублей, средняя зарплата за 7 месяцев составляет 156 тысяч рублей. Сейчас на такие деньги не каждый соглашается работать, особенно у нас, на нашем предприятии, потому что все-таки работа у нас очень тяжелая. Но кто встречается, кто бывает у нас в нашем предприятии, он, конечно, понимает, что это вопросы не только изыскать вот эти товароматериальные ценности на стороне, но и их получить, их выгрузить, их сохранить, их доставить потребителю. Все это проблемы, конечно. Ну и в отношении финансов, финансового положения. Конечно, мы стараемся как можем дело поправить, но в части чего дело поправлять? Мы принимаем все виды услуг, какие можем. Ну, в данном случае это погрузка, разгрузка автотранспорта, вагонов, хранение этого груза, кто нам предлагает. Дальше сдаем в аренду складские помещения, бытовые помещения. В данном случае вот здесь перед нашей конторой находятся бытовые здания, там сберкасса, почта, парикмахерская, там магазины. И принимаем некоторые услуги по сварочным работам, токарным работам. Сдаем не в аренду, по заказам выделяем автотранспорт, крановые механизмы. Ну, вот таким путем стараемся хоть каким-то образом выйти из трудного финансового положения. Ну, и цифру можно назвать за 7 месяцев. Вот таким образом все-таки мы дали какую-то прибыль в 20 миллионов за счет этих услуг. Конечно, сумма очень невелика, но все-таки что-то есть. В дальнейшем, конечно, нам надо работать более существенно по этим вопросам. На следующие положения любые пути нужно из положения выходить. ну, в основном вот такие проблемы. Анатолий Степанович, и, конечно, нашим постоянным вопросом является вопрос о коллективе базы. Расскажите, пожалуйста, о ваших людях, о рабочих, работающих здесь. Ну, я могу сказать, что коллектив устоявшийся. Вот. Конечно, есть и движение кадров, но в основном люди... Трудоемкая физическая работа приходится на грузчиков механизаторов, которые производят выгрузку и погрузку вагонов и автотранспорта. Бригада Шайхрисламова выгружала во время наших съемок соль, которые предназначены как для отопления наших с вами жилых помещений, так и для бровиков. А на этом участке идет строительство складского помещения для принятия газопровода. Здесь трудится бригада Идиатова. Бригада Хузина выгружает металлопрокат, предназначенный также для бровиков. Хаматьяна Хасиба, несмотря на то, что женщина управляет мощным 20-тонным краном. со всей серьезности относится и охрана материальной ценности на базе военизированной охраны, которую возглавляет Хабибзянова Мавва Багуддиновна. Коллектив охраны вот уже 16 лет подряд занимает первое место по башне нефти. Нелегкий финансовый груз несет на своих плечах главный бухгалтер Чуверова Маргарита Петровна. Очень удобен для всех нефтяников салон-магазин для спецодежды, где работают завсклад Шерифулина Мениболь и кладовщица Шаригина Люза. Отдел материалов и комплектация оборудования, которым руководит Исан Галина Назирая Маевна, это основная артерия базы. Мы поздравляем весь коллектив базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования с приближающимся профессиональным праздником и желаемым всего наилучшего. Только в магазине Лаванда товары фирма Дайва. Диагональ 51 на 37 сантиметров видеодвойки, видеомагнитофоны, музыкальные центры, магнитолы, автомобильные магнитолы, холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, видеокамеры, фены, видео и аудиокассеты фирмы Philips. Здесь вы можете приобрести также холодильники Polus, Chinar, Yurizan, цветные телевизоры Spectre, черно-белые Record, мотоциклы, велосипеды, станки деревообрабатывающие, светильники, посуду фарфоровую и хрустальную, парфюмерно-косметические товары отечественного и импортного производства, тушь пяти цветов, помада, тени, румяна, пудра рассыпчатая, косметические кисточки, компактная пудра, подводка для глаз, тональные кремы, лак для ногтей, пена для ванн, шампуни, кремы-лосьоны, мыло, духи производства Англии и Франции. Представлен широкий ассортимент женских сапог, мужских полусапожек, кроссовок и детской обуви, зимнее пальто с ламой, производства Австрия, швейные и трикотажные изделия, в широком ассортименте искусственные цветы. В продаже имеется домовая резьба по цене тысячи и полторы тысячи за метр. Шокий выбор кондитерских изделий, газированных напитков, пива, табачных изделий, рыбных и овощных консервов, кофе, шоколада. Добро пожаловать в магазин Лаванда. Уважаемые телезрители, на этом наша передача окончена. Доброго рабочего дня вам! Добро пожаловать в магазин Лаванда. Уважаемые телезрители, на этом наша передача окончена. Доброго рабочего дня вам!